и снова здравствуйте сейчас времени 18 05 и эфир вечерний сильно очень отличается от того который поздним вечером и ночью и вот сейчас хочу показать что уже ловится в это время суток за городом вот а потом с внешней антенны еще раз прибежимся и посмотрим это прием на штатный телескоп идет у нас ходить не телескоп и аферит к сожалению помехи вот эти потрескивания 3 тысячи сетей от всяких коммуникаций потому что антенны будет не слышно что покажу что слышно опять же да верхняя часть у нас в основном румыния слышно приговорил милу по архамеде так сейчас я начал для патона мотаю и включу внешнюю антенну еще интересно будет если не заводу часов наверно в 9 еще раз прогнать потому что там поменяется сильно состав станций активных так вот внешняя антенна сразу у нас эфир наверное оживает и послушаем что у нас примется здесь у нас внизу диапазона план это радио россии шипит точнее как не шипит наводка причем вообще бы заговорил смотрите вот это у нас длинные волны и у меня здесь внизу ниже чем 150 тоже фоном почему-то радио россии слышно я уже давно это наблюдаю они в руки другое но это не 153 это что-то до то есть какая-то станция лезет ниже может быть какая-то разностная частота вот здесь бывает у меня это радио россии сейчас это по-моему какие-то румыны причем это вне диапазона да то есть вот здесь у нас примерно вот 153 вот они тихо очень идет и 162 что ли 181 на бибиси еле-еле танки любимки еще нормально не слышно ну что-то в конце кангана скорее всего помните просто так это просто было и лирика отступление вот видите да до диапазона нормального до 531 у нас почему-то слышно он это россия так и дальше вот мы побежим на дюмбор зал может долго пурить рур чак от и ника чуром звук очень хороших чистый сигнал не его что-то династана оборудача фига ю 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 очень приятно этот живой эфир чувствую дышащий особенно при перемещении вручную прямо отойшу от этого каждый раз причем сейчас такое время что каждые минут там 20-30 будет добавлять с новой станции вылезать хождение улучшается я столько снимать не буду замучаю вас а а а а а вот пока сканирует эфир мне написал буквально там несколько минут назад комментарий по моему дантес ник товарища про внешнюю спрашивал попробовал подключить сокровода 20 метров на даче где-то и у него ничего не изменилось хочу просто сказать если это приемник сейчас покажу просто допустим сокол 310 да здесь штатно вот антенное гнездо при таком подключении кусок провода будет нормально работать даже 10-метровый будет усиливать сигнал то есть там он подключен электрически непосредственно контуру входного вот на приемниках типа санжина вот такого да вот тут две клеммы и на всех моих модификациях где я делаю гнездо для внешней антенны используется петля связи которая катушка низковитков намотана на феррит и для того чтобы ток нормально по этой катушке тек должно быть разница потенциалов то есть если просто воткнуть к одному из контактов провод небольшое улучшение будет но очень незначительное нужно чтобы другому концу было подключено и либо заземление либо еще вариант такой уже писал в этом комментариях можно антенну сделать в виде большой петли метров там не знаю чем больше тем лучше там 30 40 50 метров вокруг участка и его конца ее подключить к этим контактам то будет достаточно большая разница наводится будет по-разному сигнал на разные концы да то есть будет как огромная такая пеплевая антенна и это будет нормально работать я так делал свое время вот либо еще вариант какой у меня так в питере сделано заведен кабель коаксиальный и соответственно подключен он экраном и центральной жилой к приемнику и экраны кабеля играет роль заземления условно говоря то есть там тоже возникает некая разница в потенциалах внутреннем и внешнем на кабеле на центральной жили на экране и тоже за счет этого что-то попадает в антенну даже как-то она гальванически развязана с контуром входных вот это просто такое у меня отступление большое было лучше все конечно землю использовать нормальную то есть у меня просто уголок забит в землю давно причем знаете сколько времени ему скажу ну лет 40 наверное то есть это когда я был маленьким еще там учился первом классе делал первый детекторный приемник мне брат старший помогал я помню как он огромным паяльником таким знаете который разогревается на газовый плетели на на примусе такой для пайки ведер там всяких вот разогревал его припаивал с помощью паяльной кислоты к сокпровода к этому уголку потом кувалдой забивал он до сих пор у меня где-то здесь за окном в земле но лучше всего использовать ковное ведро припаять к нему и закопать поглубже землю еще что делают я слышал забивает трубу а в трубу засыпает соль заливает еще водой чтобы был контакт электрической земли лучше но я думаю что из-за соленой воды будет быстрее ржаветь не знаю насколько это хорошо вот чем большая площадь лучше поэтому в идеале из земления типа контур вокруг дома там до медная шина и в низких точках но это все не не настолько критично то есть для приемника достаточно просто закопать кунжелезяку там метра полтора землю увлажнить хорошо и будет уже шикарное заземление так это что отвлекся на комментарии и что выпалось то что делаю несмотря на большие шумы станции идут мощно и хорошо их различим здесь нужно ориентироваться по слуху да потому что точную частоту мы не попадем имею ввиду что по цифровым значением на шкале мы можем не понять что за станция особенно если они часто расположены каким-то приметам вот это явно лента например да то есть по звукам они там любят такие и вот 1002 вот тоже характерную их низкочастотный гул так это я панасоник погонял аналоговый и мой любимый сейчас приемник потому что он новый еще у меня не наслушался волю его да и кайфую от него чтобы у вас не сильно утомлять я сразу внешнюю антенну подключу чтобы именно максимум всего потому что там без внешней антенны наш лучше чем банасоник принимает ну давайте в 1 этот он отключил вот она просто покажу как он сам по себе будет работать в неидеальных условиях еще какой момент из интересного начался рост полу немножко сделать обледнее чтобы лучше видно было то есть есть некое положение в пространстве да она причем отличается от горизонтали это длиферит только актуально длиферитовая антенна при котором резко пропадают помехи вот она в каждой квартире будет свое там с точки сюда градуса и в нем можно более-менее что-то принимать значит из плюсов такого способа вы можете даже в городской квартире где-то найти точку в которой чем на разных частотах может разное быть немножко в пространстве дать ориентировать и феррит чтобы был минимум шумов вот такой большой приемник большую килограмм весом вы и так не зафиксируйте удобно быть некомфортно пользоваться но можно использовать такую хитрость вот внешнюю антенну ферритовую если сделать активную то есть на многих приемниках старых особенно японских или на современных это тексан там с 2000 или мир да у него сверху поворотный вот этот модуль с антенной он только в горизонтальной полоски вращается хорошо бы его еще немножко сдвигать так чтобы найти именно положение в данных условиях где минимальный уровень помех так вот существует с антенной системы типа сикрейн тоже делает активную антенну с выносным самим вот этим модулем и с настройкой на него дистанционный то есть там рекопная матрица скорее состоит как антенна d31 м с гигиеновская но там просто петля магнитная не феррит вот а можно светом такую штуку сделать ну или как алуша в это антенна такого же типа как здесь twin coil да когда у нас две катушки на разных концах идеально сбалансированы и вычитается помеха сигнала на выходе но кроме горизонтальной просто еще раз говорю да вот возьмите у себя в квартире любой приемник и попробуйте его честно попробую на каком другом показать сейчас об этом речь зашла вот я возьму это сейчас я так на дурачка на самом деле пробую не знаю получится или нет вот у меня сейчас средние волны и совсем один участок без станции вот смотрите да вот целиком сделал максимально я его вращаю в пространстве и под определенным углом вот шум практически исчезает и вот в этом положении вам не очень видно но по звуку прослушать вот если я в нем буду крутить ручку настройки паузы между станциями достаточно тихий будет шум небольшой кроме того что он вырастает в верхней части диапазона никуда не деться от этого да это уже сын эфира а не местные помехи можно вполне себе отстроиться то есть использовать лайфхак потому что это прямо сильно может помочь из сложностей которые вас будут преследовать здесь это там с точностью до градусов надо позиционировать прямо на слух и как-то удерживать то есть в руках бывает неудобно держать можно при этом штатив наверное да и пользоваться и еще до кучи вот этот приемник да при него уж снимал обзор у него есть дистанционное управление по bluetooth и в принципе это в теории наверное на базе такого приемника если сделать большое антенное полотно 200 миллиметров до на него завести твоего можно где-то крепить на штативе типа как что фото штатив точное положение задавать ему и слушать его как бы до управлять смартфон на это так я фантазирую просто ну как вариант вполне так что берите на вооружение и мы возвращаемся к этому санжина я просто сейчас быстро покажу чем там сам себе у нас ловит в не идеальном положении да но просто на свой феррит 6 часов вечера когда еще прохождение не максимальная но уже очень бодренько она открывается у нас все буквально там раскачу то есть шумов много сигнал пока еще внизу и мало станции активных еще в плане антенн что можно использовать да вот то что я уже говорил от дигеновская антенна de 31 с магнитная петля она сейчас продается и на алинар можно найти и на авито я попадался не там в пределах там ну до 3000 можно найти вот без минусов она не очень добротная все-таки там с того что варикапа не кпе и там вообще такая она бюджетная но в квартире можно с помощью нее все-таки существенно увеличить приемные свойства но как бы способность приемника до что-то принимать в помехах она все-таки в магнитной составляющей работает электрический сигнал она фильтровывает вот это же из интересного я экспериментировал своим в квартире на балконе там положение которое для нее минимальный уровень шумов создавала и я ее расположил вообще горизонтально под потолком под небольшим углом градусов 10 плоскости где-то вот так вот закрепил там на каких-то растяжках и это нормально работало но почему так у меня 14 этаж и скорее всего она ловила сигнал переизлучаемой термотуры здания получается вся арматура работа как одна большая антенна вертикальная каждом конкретном условии нужно искать этот угол так мне на самом деле надоело это немножко скучно мне все делать в плане уже панасоники веселее было да здесь долго просто мы будем так сказать давайте внешнюю антенну и втыкаю и сразу давайте порадуемся нормальному хотя видите до 0 но индикатор не горит но приемник уже с внешней антенны начинает показывать какой-то внятный прием если полосу сузить еще лучше будет если поднять басы то мы можем еще разборчивость увеличить сигналы напоминаю времени сейчас 18.22 пока я болтал тут уже 20 минут прошло вот эфир еще не достиг максимума но поскольку зима сейчас уже на носу да и темное время суток раньше наступает то уже вполне себе что-то мы можем послушать что-то музыка играет я так радуюсь что здесь регулируемый дисплей по яркости да потому что я то вижу его при любой яркости матрица телефона вот смотрите да мне очень хорошо видно здесь все засвечивается делаем поменьше мне сейчас самое комфортное телефоны сразу слишком ярко и вот мне бледновато зато вы видите все идеально если вы где-то живете в частном доме и где-то где вокруг много места там поле или лес или где-то не знаю там то лучше всего антенна беверджи использовать антенна бегущей волны так называемую длинную полевого провода несколько сотен метров и вы будете даже и америку и австралию и все ловить меня например здесь нет таких условий к сожалению я не хотел бы иметь возможность жить где-то вдали немножко цивилизации и антенна и хозяйство растянуть во все стороны что нужно было еще переключаться между разными направлениями выделять интересующую да еще договорю есть антенны внешние типа texan 200 и аналогичные которые можно самостоятельно сделать ну как на пяльцевая называемая антенна до когда на пяльцах наматывается вот у меня эту петля связи но принцип такой же до наматывается несколько десятков витков провода рассчитывать калькулятору и т.п. ставится до чтобы нарастать резонанс и располагаем с приемником можно даже в квартире усилить сигнал особенно плюс такого способа что можно позиционировать эту относительно легкую катушку относительно приемника так чтобы по минимуму шумов максим сигнала получался то есть тот способ когда сам приемник можно сильно не крутить вот если такое будете делать то лучше не пяльца использовать найти просто даже из картона выклеить более плоский этот барабан сделать чтобы витки не друг на друга нализали а были распределены либо еще использовать корзиночную антенну сейчас я покажу я делал и она в кадр вся не влезет и это просто тоже эксперимент был из обычного провода дешево кстати из такого провода у меня сделана внешняя антенна самый поганенький такой дешманский провод вот не подключил к пыль я пробовал но не очень хороший провод оказался и лучше делать даже извинила пластинки чтобы узнать как сделать погуглите просто корзиночная антенна и там подробная мануал обычно как его делать описан это все способы как с минимальными вложениями до увеличить качество приема в ваших конкретных условиях но лучше лучше внешняя антенна со ничего нет все-таки надо по возможности использовать антенное полотно вынесенное за пределы помех то есть с квартиры подальше городе это сложновато сделать хотя тоже люди делают там всякое а если в сельской местности где-то то просто флаг вам в руки можно кучу всего намутить и принимать десятки станций вот тоже очень приятный эффект смотрите очень покажу довольно громкий сигнал мощная переключаюсь станция тихая по уровню громкости достаточно нашла числа бы сигнал вроде бы так но при этом очень разборчивая может просто у нее вроде несущая активная достаточно мощно показывается но сам сигнал информационный это ее дамы чем она промодулирует он как будто бы не очень амплитудный что ли и какое-то мягкое ощущение такое как на приемке прямого усиления немножко похоже плюс еще эфир дышит живое такое чувство вот если я уберу басы то пропадет значительная часть информации полезные то есть как бы речь слышно музыка уже будет плохо но я добавляю басов и сразу еще низов мы можем лучше различать сигналы скорее больше психоакустики относятся чем радиусом он сам и не очень сильно наползал в группе логик кампионов лаволей фаминин adversарей ленекой и целоруалте фестерты блажерки Беверен Канцбельги и Ладос Загрэв кампионат Роации и Барно Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 DimaTorzok 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 Шумов, конечно, очень много наверху, в сравнении с нижней частью УСВ. Субтитры создавал DimaTorzok Интересно, да, уровень сигнала Е2, даже не загорается индикатор, но при этом вполне различимый звук. А на других, вроде бы, уровень почти полный, но очень тихо идет тоже. Ох ты, это я сузил полосу и все, да, а, видимо, он, может быть, не настроился сразу. Ну-ка, еще раз. Так, как будто он с запозданием просто. А может, прохождение так меняется сейчас, я только дождь допускаю. Есть вопрос относительно стран за... за скобками, что называется. Тоже вот интересный эффект. Я сейчас слышу какие-то там барабаны этнические, как будто бы, а если убрать басы, сильно очень уменьшается разборчивость. Что там вообще непонятно. Ну там... Похоже на индийскую музыку, но я, наверное, до конца не понимаю, что это. Тоже интересный эффект, эхо такое. Так бывает, когда станция одна и та же вещает из разных передатчиков, и там микросдвиг этот по фазе есть у них. Причем это, скорее всего, сдвиг не из-за запаздывания радиосигнала, а интернет-сигнал, который проходит задержкой. Иногда бывает такой эффект. Кстати, из-за интересного тоже, когда вы слышите радиостанцию одну и ту же из разных источников, я так делал. Например, радиотрансляционная сеть была там, да, и та же станция на FM, она бывает с задержкой там на полсекунды. Вот, и можно такой с истерии устраивать, кавычки со сдвигом. Ну, не полсекунды там меньше, обычно все равно, заметно очень. Интересный, да, эффект, когда реверберация такая. Да, еще из-за этого же эффекта, румыны, например, вещают одновременно на несколько частотах. Можно два приемника взять и настроиться на эту станцию на разных частотах на средних волнах. И тоже будет такое объемное звучание интересное. Особенно если приемник исходный по акустическим свойствам. Вот, вы же можете попробовать, но я так баллался со временем. Да, я вчера спрашивал, точнее, сегодня ночью, про ленту вчера. Она не была слышна вообще нисколько, даже намека не было. И вот мне так и не ответили люди, у кого-нибудь она принималась или нет? Или это был прерыв вещания у них? Либо такое адское ухудшение прохождения, что она одна из таких измочных станций, которые всегда слышны. Ну и практически одни с диапазона. Вот тоже вот эта станция, не знаю, как она сейчас называется, раньше радиоцентр из Латвии был здесь. Ну, они так говорили, радиоцентр Латвии-Рига. У них низкочастотная составляющая в сигнале всегда есть, вот. И на любом приемнике я именно так ее распознаю, если, например, там шкалы нет нормальной. Характерный гул такой. Откуда он берется, я не знаю. Я понимаю, откуда он берется. У нас там есть в середине диапазона, где с двух мест вещает с этим сдвигом небольшим, и там разностная, кажется, низкочастотная получается, постоянно звучит. Но здесь-то она откуда. Всегда этот бас, как подложка под эти религиозные все проповеди. Так, ну и быстренько я пробегусь так, но на дурачка просто. Может, что-нибудь, хотя бы это время суток, крайне маловероятно что-то услышать. Иногда только можно услышать, где любители этих шаманщиков. О! Ну-ка, 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 ну-ка. Что-то такое там. То есть, едва различимое что-то есть. Да, слышно голоса, но очень слабо, совсем слабо. Надо попозже будет еще раз проверить. Возможно, они выше по частоте, скорее всего, там, может, 1715. И из-за этого не слышно. А раз уж мы об этом заговорили, я сейчас попробую, если получится. Так, я сейчас туда выключу. Антенну внешнюю воткнула, это вроде ВАУ. И попробую. О, это китайцы. Ну, это, скорее всего, какая-то гармоника. В смысле, хвосты. Разностная какая-нибудь, наверное, составляющая. А может быть, игрек, кстати. 1615, вот у нас музыка играет. Что это, я не знаю. Да, скорее всего, это хвост какой-то, потому что с разницей в килогерц исчезает звук. Она где-то, наверное, расположена выше. Обычно, если это реально здесь, то плюс-минус килогерц будет просто сигнал слабее и более высокочастотная часть. Вот здесь он практически исчезает сразу. Я такое ловил на Тексане, на телескоп 330-м, тоже думал, что это станция на средних волнах. И вот мне посоветовали проверить именно со сдвигом на килогерц. Если сразу исчезает сигнал, то эта станция не отсюда, а выше от нее просто наводка. Так. А здесь, кстати, вот как раз шарманщики уже идут. Судя по этим адским звукам. Ну да, вот видите, я вновь на килогерц двигаюсь, сигнал не пропадает, значит, это точно шарманщики. Так, ну все, я уже вышел за лимит того, что хотел показать, и не хочу затягивать. Вот, все спонтанно абсолютно происходит, я никогда не готовлюсь к этим эфирам, потому что, ну, вот присломни в голову, захотел проверить. Интересное что-то услышал, и камеру ставлю, чтобы поделиться. В общем, пока так. Так, времени у нас. О, ничего себе, 40 минут я вас мучил тут, да? Видно вам что-нибудь или нет? Вот. Все, спасибо, кто смотрит. Отдельное спасибо за развернутые комментарии. Те, кто делится своими там успехами или неуспехами, или просто пишет что-то интересное. Мне всегда приятно, что есть люди, которые, как и я, увлекаются этим, и есть какое-то ощущение, что ты не один. Ну, то есть, не в смысле, что я там боюсь быть один, радиуслужу в одиночку, но некое ощущение какой-то общности. Сейчас, раз я заговорил, хочу рассказать про одно из ярчайших переживаний у меня в жизни на эту тему радио. Это было, когда я в старших классах купил радиоконструктор Юность-202, там приемник Верютина, так называемый, да, прямого усиления. Собрал из него себе приемник и ходил с ним как с плеером, просто на сегодняшний полнах слушал. Тогда еще эфир был совсем другой, это год 90, наверное, был. Вот. И меня накрыло такое ощущение, однажды ночью я гулял просто, и я слушал просто средние волны. И там, за счет того, что приемник прямого усиления, там одновременно слышно, кроме непосредственно станции, бывает там 2-3 соседних. Меня накрыло такое чувство расширения сознания, я вдруг прям физически ощутил, что все вот это, оно где-то по земному шару распределено, и я вот в коннекте с этим нахожусь, как в океане в таком электромагнитном. Я не знаю, как это описать словами, но, в общем, меня настолько это вдохновило. Это чувство такого расширения единства. Вот. И люди, которые мне пишут комментарии, которые тоже там принимают что-то и переживают за состояние эфира или там за какие-то там компоненты звука, мне это очень близко, дорого, и я с большим трепетом к этому отношусь, поэтому спасибо всем, кто пишет такие комментарии, мне тоже интересно их читать. И выкладывайте тоже видосы, не стесняйтесь говорить что-то на камеру, комментировать, или просто, если стесняетесь, можете, я сам с этого начинал, сделать видос без голоса, с приемником, а в описании текст написать, например, про что это и что вы хотели этим показать. Просто всем будет интересно, кто увлечен хотя бы немножко. Все, пока. Это теперь точно. До свидания. До новых встреч.